Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на связь. Посредством зума уже выходит Александр Васильев, социолог и политолог. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот, может быть, такой вопрос, который хочу задать, может быть, даже просто как гражданину Латвии. Вот общество разделилось по такому вопросу, нужно ли было, ну, практически в первых рядах вакцинировать высших должностных лиц до того, как это все произошло. Вот со вчерашнего дня эта вакцинация определенных должностных лиц происходит, включая бывших президентов. До сегодня многие говорили, что да, они должны показать пример, показать, что вакцина – это не страшно, надо вакцинироваться. Но есть и другое мнение, в условиях острого дефицита вакцины мы понимаем, что даже, я так понимаю, до конца не закончена вакцинация медиков. Вот только первую вакцину получили часть, по крайней мере, клиентов пансионатов, где ситуация драматическая, прямо скажем. Вот ваше мнение, вот если вас спросили, вот вы за такой вот пример должностных лиц, или все-таки пускай, как фрау Меркель, подождут общей очереди? Ну, мое мнение здесь достаточно категоричное. Я думаю, что в этой ситуации 22 десятка вакцин дело не решат. И давно, наверное, здесь, Абик, вы абсолютно правы, давно надо было нашим высшим должностным лицам показать конкретный пример, что они готовы вакцинироваться в первых рядах, и тем самым покажут пример тем же скептикам. Но у меня возник сразу один вопрос. Ведь почему именно так внезапно? Ведь совсем еще недавно они говорили, мы вместе с народом, это значит в конце апреля, в начале мая будем вакцинироваться, и тогда уж покажем пример. Но как только мы получили очень ограниченную партию новой вакцины AstraZeneca, вдруг неожиданно наши первые лица приняли такое решение. Я не знаю, чем это продиктовано, но в той ситуации того низкого авторитета нашего правительства возникают всевозможные конспирологические теории. То ли они знают, что новых вакцин не будет, так быстро решили успеть. Нет, я подозреваю в чем-то другом. Дело в том, что AstraZeneca, она, так же как и Sputnik V, она основана, тут может быть меня специалисты поправят, на как бы традиционном методе аденовируса, который прививается в данном случае у нас медицинскому персоналу в первую очередь. А вот все Pfizer и Moderna, у них совершенно другой принцип. Они вводят часть РНК, рябинонуклеиновой кислоты, от этого коронавируса. Это достаточно новая и не всегда еще до конца пробированная метод вакцинирования. И у меня сразу возникает вопрос, почему же раньше, когда Pfizer, которого настоятельно рекомендует уже давно Еврокомиссия, не вакцинировались и вдруг неожиданно приняли решение наше правительство, когда появилась принципиально на другом принципе вакцина. А мы знаем, что та же AstraZeneca, это шведско-британский вариант, и он проводился, разработка этого препарата проводилась совместно с тем же Российским институтом Гамалеи. Вот, в принципе, я за, но какой-то осадочек, как говорится, остался. Да, еще одна тема, которая, естественно, тоже связана с пандемией, это вот акция. Она не получила, может быть, широкое освещение средств массовой информации, может быть, потому что есть другая, более актуальная повестка дня, может быть, потому что акция не была очень громкой. Я имею в виду акцию оппозиции, в частности, речь идет о согласии, возле президентского замка, вот эта акция свечей. С одной стороны, понятно, недовольство части общества, которое, естественно, депутаты, наверное, не только должны, а обязаны отражать. Но, может быть, адресат выбора не совсем верно, потому что здесь можно спорить, насколько вообще президент может, способен вообще повлиять на эту ситуацию. Ну, все здесь ждут все-таки, как бы махнув рукой на бездействие наше правительство, все ждут хоть какой-то, ну, какого-то морального авторитета. И в этом случае все последние десятилетия, как бы, президент являлся последней инстанцией. И вот после которого уже, как говорится, надеяться уже будет совсем не на что. Я думаю, что да, вы, Абик, абсолютно правы, что, может быть, адресат неверно был избран. Я думаю, что, может быть, эти свечи и выложенная их надпись «Петъек» или «Пора уходить» должна выложиться было на аллее перед кабинетом министров. Но я думаю, что организаторы выбрали абсолютно правильный и верный, в очень строгих карантинных ограничениях, очень верный, как бы, ну, вот такой, это флешмоб или протестную акцию, которую оспорить очень трудно. Мы сейчас не можем провести ни митинг, протест, ни шествие, это запрещено законом. Быстренько всех повяжут, да? Мера, она была очень оправдана. И я бы еще один отметил момент. Она очень, как бы, очень точно отражает еще настроение не только русскоязычных, но и латышей. Вот здесь вот иногда латышей очень резкая, как бы, противореакция идет, против массовых митингов и шествий в защиту русского языка. Это вызывает у них отторжение. Но вот символичное, значит, выставление свечей, в данном случае протесты, это очень хорошо, как бы, еще и, значит, связывает, как бы, различные языковые группы. Что касается самой акции, ну, я прямо скажу, я принял в нем участие. И когда вечером мы подошли к президентскому дворцу, мела метель, ветер сильно задувал свечи, была температура, казалось, не меньше минус 20 градусов мороза на этом ветру. Ну, наверное, для тех людей десятков, а может быть, даже и сотня какая-то, сотня-две сотни людей пришли и возложили свечи. Наверное, в какой-то степени это был патриотический поступок, порыв. И, наверное, эту идею надо и дальше развивать. Вот что касается действий правительства, с одной стороны, понятно, что список претензий накопился очень большой к ним. С другой стороны, ну, кто-то в оправдании говорит, что, понимаете, ситуация неординарная во всем мире, никогда мы с таким не сталкивались. Вот как тут найти вот такой баланс? С одной стороны, вроде бы, ограничения нужны, чтобы в результате у нас действительно медицина не стала военной, и части людей, не дай бог, бы оказались без медицинской помощи. С другой стороны, вот, скажем так, вариантов и вариантов для вот этих ограничений не так-то много. Можно, конечно, пойти по этому жесткому итальянскому пути весной и вообще всех запереть дома. Ну, тогда, наверное, латвийская экономика рухнет в одночасье. Вот, может быть, вот как найти этот баланс? Или вы не согласны вот с такой оценкой? Ну, когда в Абик начали задавать вопрос, мне вспомнили слова Черномыльзина. Никогда такого не было, и вдруг опять. Да. Вот, вы знаете, здесь поражает, может быть, не то, какие меры принимаются. Возможно, они могут быть более жесткими или более мягкими. Но поражает та хаотичность, нелогичность, которую принимает наше правительство. Оно все время меняет свои решения. То они становятся более жесткими, то становятся мягкими. Вроде бы они пускают школьников на занятия, младших школьников, которым это действительно очень необходимо. То они их оставляют дома. Сограничения с торговыми, когда невозможно зимой купить обувь для детей или одежду. Ну, это становится какой-то абсурд. Я не помню, кто на этой неделе сказал, сравнил действия правительства с компанией школьников, которые попали за руль, но не знают, как управлять этой машиной. И они дергают рычаги, жмут на педали и надеются, что машина поедет. И пока машина стояла на ровном месте, вроде бы ничего катастрофического не происходило. Но случился коронавирус, случилась эпидемия, машина как бы покатилась, покатилась по наклонной плоскости, все быстрее и быстрее набирая ход. И мы все не знаем, удастся ли этой компании нажать на нужную педаль тормоза внизу и не разбиться во склоне горы. Я думаю, что здесь вопрос все-таки о компетенции. Вы знаете, когда я обратил внимание на биографии членов кабинета министров, ну, я немножко, как бы, у меня возникли вопросы. Если во главе правительства стоит лингвист, если члены кабинета министров, музыканты, экскурсоводы, в лучшем случае юристы, ну, не вызывает большое сомнение. Да, конечно, многие из них имеют определенный опыт администраторской деятельности, они прошли курсы за океаном или в Брюсселе, но когда нет у тебя базового образования по медицине, по экономике, по технике, ты полностью зависишь от своих советников. В этом не было бы большой беды, но так как правительство окружило всевозможными красными линиями, то и подбор советников идет исключительно по принципу личного доверия и политической ангажированности. Вот и получается, что у нас правительство полностью зависит от мнения вроде как будто специалистов, подбор которых вызывает большие вопросы, и мечется из стороны в сторону. И в этом случае, конечно, наверное, правой становятся все те же представители оппозиции, которые говорят, ну, извините, в этой ситуации, наверное, это правительство должно уйти в отставку. Еще одна новость, которая не будь пандемией, наверное, действительно стала бы одной из главных ключевых новостей этой недели, это завершение вот этого эпопеи 12-летнего суда, еще первой инстанции, даже страшно сказать, еще первой инстанции, подчеркну, в отношении Лэмборга суд удалился готовить приговор 22 февраля, обещает его озвучить. Ну, не знаю, нам сейчас тяжело гадать на кофейной гуще какой этот будет приговор, я, может быть, такой вопрос задам, может ли вот этот приговор, ну, в зависимости от того, каким он будет, серьезно поменять политический ландшафт? Потому что идут же разговоры, что если все-таки этот приговор будет обвинительный, и Лэмборга, не знаю, возьмут под стражу в зале суда, то будут большие проблемы у Союза Зеленых Крестьян, и как-то вообще этот политический ландшафт изменится? Или это уже не будет иметь такие драматические последствия для политической ситуации? Ну, для нынешней политической ситуации здесь вряд ли будут большие какие-то изменения, потому что те же зеленые крестьяне, хотя они несколько раз выставляли господина Лэмборгса своим кандидатом мэра, но они в последнее время по максимуму дистанцировались от него. Естественно, конечно, заключение под стражу, а это вполне возможно, господина Лэмборга, как, значит, мэров, в том числе Венсплс, это в первую очередь отразится на жизни этого самоуправления. Но я бы сказал бы таким образом, как бы нынешняя политическая ситуация лишает себя как бы в будущем какой-то альтернативы. Не даром в последнее время появились такие как бы среди аналитиков мысли о том, что вот если бы во главе правительства стоял такие политики, как Шлессерс или тот же Лэмборгс, ситуация была бы в борьбе с коронавирусом немножко другой. И может быть мы принимали решение, даже дело не в карантинных ограничениях, а в той поддержке и помощи, которую могли бы получить предприниматели в первую очередь в сфере услуг, ресторанного и гостиничного бизнеса, транзитной отрасли, которые сейчас находятся в глубочайшем кризисе. И в этом случае как бы нынешняя политическая элита выбивает одного из таких перспективных и достаточно авторитетных в латвийском обществе политиков. Вот я думаю, что не влияя на нынешнюю ситуацию в политической жизни, мы лишаем себя определенной как бы альтернативы в будущем. Да, вот такой вопрос не могу не задать. Он вроде бы связан с внешней политикой, но в результате все равно затронет и Латвию тоже. Это вот сегодняшнее заявление весьма громкое. Сергей Лаврова, выступая вот на этом YouTube-канале Соловьева, когда ему прямую был задан вопрос, что будет, если очередную порцию санкций Европейский Союз ведет, будет ли готова Россия разорвать отношения с Брюсселем. И Лавров ответил утвердительно и сказал, что да, мы готовы и к такому развитию событий, полному разрыву отношений с Европейским Союзом. Ну, он не уточнял в детали, не входил, что это значит, но вряд ли отзовут тут послов в странах Европейского Союза или закроют представительство в ЕС. Но, видимо, отношение будет такое на длительной заморозке. Ну, я тоже с большим опасением прочитал сегодняшнее это сообщение. Я это связываю, конечно, с продолжением как бы эпопеи посещения в начале февраля главой внешнеполитического ведомства общего Евросоюза Джозеппо Борреля в Москву. Тогда это многие воспринимали своеобразной, значит, как бы разведкой боя. Согласна ли Россия продолжать уступать во многих вопросах, если будет продолжаться оказывать на нее серьезное давление? Я уж не знаю, сколько санкций сейчас работает Евросоюза против России. Наверное, многие, как и я, сбили со счета. Но в данном случае, наверное, для многих в Европе стало большим откровением то, что Россия подвела итоги, о чем, в принципе, сегодня и говорил Лавров, что мы можем поддерживать дальше отношения, если вы будете развивать на взаимовыгодных отношениях, раз. Второе. Не будем вмешиваться в дела, внутренние дела друг друга, два. И будем координировать усилия там, где наши интересы совпадают, три. Тогда для Борреля это произошло, может быть, с определенным откровением. И не зря, когда он вернулся в Европу, он и справа, и слева подвергся жесткой критике. И сразу объявил о том, что он является сторонником новых санкций. Но вот здесь Россия проявила характер. И, ну, я думаю, что, в принципе, они дали сигнал Евросоюзу. Если, значит, объявят новые санкции, то многие проекты будут заморожены. Я не думаю, что это коснется, значит, того же Северного потока-2, потому что в связи с тем, что резко подскочила цена на природный газ, Германия и та же Австрия, чему уже заявил австрийский премьер, будет заинтересована в завершении этого проекта уже в этом году. Но, возможно, какие-то политические контакты, какие-то политические консультации и какая-то координация действий в этой сфере будет, по крайней мере, демонстративно заморожена. Ну, а послы будут посещать совместные презентации и отмечать друг у друга важные для их государства какие-то даты на приемах. Да, если, конечно, эти приемы будут. По крайней мере, после пандемии разве только что, да. Да, если что будет ограничено, их будет ограничить пандемия. Но реальная какая-то координация действий и вот эта возможность координировать, она, конечно, будет ограничена. И, в первую очередь, я опасаюсь, что это достаточно сильно ударит по Латвии, как раз которая находится на, фактически, на вот этом геополитическом разломе. Вот, может быть, я в какой-то степени наивен, но мне всегда казалось, что дипломатия, ну, для того и существует, чтобы какой-то диалог вести. Потому что для того, чтобы просто писать ноты протеста и разрывать отношения, там, в принципе, даже дипломатия не нужна. Достаточно вот как собраться вот этим министром основных дел Европейского Союза за очередную порцию санкций, ноту протеста выразить, Москва свою там ноту протеста и заявлений сделает. Но это, в принципе, та дипломатия этим не нужна. Я так понимаю, что должность Жозепа Борреля, которую мы все, как налогоплательщики, финансируем, в том числе структура Европейского Союза, как раз заключается в том, чтобы этот диалог пытаться ввести в любых условиях. Ну, здесь трудно сказать. Здесь надо понимать того, что в данном случае деятельность Борреля и части европейской политической элиты на нее оказывают влияние общие глобальные процессы и, в первую очередь, неясность, как дальше будет строиться внешнеполитическую деятельность Соединенных Штатов Америки, которая для западного мира является непререкаемым авторитетом и гегемоном. Я думаю, что в этой ситуации та же администрация президента Байдена, она начинает работы своей первой недели после инаугурации 20 января и делает по коробке шаги. И появляются надежды о том, что вот эта политика прежнего президента Дональда Трампа, который как раз и ориентировался на то, что ну да, вы молодцы европейцы, но для меня важнее Америка и ее интересы. Вы должны вносить свой вклад как в проведение внешнеполитических акций, так и, в частности, и в оборону, что очень важно было. В этом случае администрация Байдена и сам президент Байден еще в ходе предвыборной кампании откровенно говорил, мы возвращаемся в Европу, мы возвращаемся в НАТО, мы будем строить и укреплять наш западный мир, и мы дадим реальный отпор, мы не Трамп, мы реальный отпор дадим нашим конкурентам и противникам. И в первую очередь это назывался Китай и Россия. Кто будет для них первым и важным противником, врагом номер один, Россия и Китай, но, наверное, это станет в ближайшее время ясно. Но для европейцев надежда, что Соединенные Штаты возвращаются, что возникнет ситуация, когда американцы будут опять играть значительную роль во внешней политике Евросоюза, наверное, вносит определенную ситуацию неполной ясности. И в этой ситуации иногда лучше, как говорится, занять более жесткую позицию к потенциальному врагу номер один. Наверное, вот позиция Борреля и позиция ближайших лидеров этих стран, а в ближайшие дни состоится как раз встреча лидеров всех европейских стран, которые должны решить, что же делать. Что же делать? Есть ли смысл как-то наладить отношения с Россией или все-таки лучше понравиться нынешней администрации президента Байдена? Да, может быть, такой последний вопрос, он связан сугубо с такими латвийскими политическими вопросами. У нас муниципальный выбор на носу, ну, во всех теперь уже только в 41-м самоправлении, кроме Риги. Не знаю, мне создалось такое ощущение, что, может быть, особого интереса у партии к этим выборам нет. Может быть, потому что еще время довольно много, хотя вот уже официально подробная кампания началась. Вот как вам кажется? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что проведение административно-территориальной реформы, оно до конца еще не закончено. Да, кстати. Мы знаем, что нет окончательного суда с Атверсмой, который должен сказать, что да, это действительно вот это вот решение правительства и решение, значит, латвийских властей полностью законодательно обосновано. Но будем надеяться, что Конституционный суд подтвердит принятые раньше решения. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, в принципе, сейчас достаточно предвыборная кампания, она контролируется, конечно, для оппозиционных партий этот контроль значительно жестче, но все понимают, что они находятся под реальным контролем того же КНАБа и оставляют главные траты, а они весьма ограничены, на самый последний решающий полтора-два месяца. Некоторые ставят главную ставку на последние недели. Здесь еще возникает вопрос, думают ли до недавнего времени правящие партии, правящие пять партий, хотели серьезно потеснить оппозиционные партии. Это, в первую очередь, зеленые крестьяне, которые традиционно всегда были в самоуправлениях сильны, и в ряде городов, и на востоке Латвии это тоже согласие. Удастся ли это совершить или нет? Но в последней ситуации, когда рейтинг правящих партий весьма низок, когда некоторые, как КПВЛВ, находятся в стадии полураспада, возникает вопрос, есть ли смысл ставить и тратить свой материальный и финансовый ресурс на однозначно проигранной ситуации. Как ситуация будет развиваться? На этом действительно вы здесь абсолютно правы, мы узнаем в ближайшие недели. Но я думаю, многие сейчас будут выжидать до последнего момента, и только в самый последний момент они сделают свою решающую ставку. Ну что ж, посмотрим, какая эта ставка будет. Александр Васильев у нас был на прямой связи посредством Зума. Большое спасибо. Спасибо. День в день, час в час, минута в минуту. Радио. Болтком. Болтком. Продолжение следует...